Когда новый подрядчик приступил к достройке жилого комплекса Юго-Западный, в 105-м микрорайоне, готовность объекта была на низком уровне. В трех из четырех домов не было ни окон, ни дверей. Последний оказался самым проблемным. Первый подъезд был построен наполовину, но его пришлось сносить и начинать все с нуля. Была некачественно смонтирована первая блок-секция, поэтому при обследовании выявили дефекты, которые носят необратимый характер и влияют на безопасность проживания. Поэтому было принято решение его сносить. Сейчас все четыре дома полностью готовы. В последнюю многоэтажку осталось лишь пустить тепло и решить некоторые документальные вопросы с Москвой. Ожидается, что в начале следующего года более 50 участников долевого строительства получат ключи от своих квартир. Вы делаете за подписью главу письмо оперативно с Минстроя. И завтра это письмо запускаем. Там, ну, единственное, четыре строчки. Просим ускорить процесс вывески согласования. Все. И сопроводительных звонок. После того, как дома будут введены в эксплуатацию, можно будет сказать, что республика практически полностью закрыла вопрос с обманутыми дольщиками. Мы планируем еще два долгостроя. Ну, там есть некие нюансы. То, что не все зависит от правительства. Но будем работать с федеральным фондом, чтобы нам эти объекты ввести в эксплуатацию. Совсем немного времени остается довода в эксплуатацию дома в жилом комплексе «Тамир» в 140-м А микрорайоне. В трехэтажном здании 48 квартир. Сейчас продолжается наладка инженерного оборудования и проверка всех систем. Выполнено техприсоединение к существующим сетям водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Как только все работы будут завершены, в Улан-Удэ появится два обустроенных жилых комплекса на 414 семей. Всего с начала года в республике построено 288 тысяч квадратных метров жилья, что превышает годовой план, установленный нацпроектом «Жилье и городская среда». Руслан Хороших, Евгений Павлов. Новости дня. Продолжение следует...